приветствую вас то что вы специалисты в геополитике я уже понял а как начать энергетики лично для всех желающих супер секрет информация супер секрет энергетический баланс украины шучу конечно это данный гостат почему за 2016 ну потому что только сейчас посчитали его считать очень довольно долго и получилось что энергетический баланс за 2016 фактически посчитали в конце 2017 сравниваем естественно с 2013 обращаю ваше внимание это все пересчитано так званый 1000 тонн нефтяного эквивалента нафтолога с украинского переводили обращаю ваше внимание это четкие данные четкие показатели чтобы понять что же действительно происходит в энергетике украины в том числе что касается вот знаменитой вашей трубы потому что про трубу часто говорят но не обращают внимание итак уголь торф да действительно в 2013 году ну как видите добывали угля значительно больше ну первинная это естественно сама по себе добыча производство это добыча сейчас два раза меньше действительно блокада потеря донбасса повлиял как видите да импорт вот фактически импорт в шестнадцатом году ну как бы почти то же самое что в тринадцатом я имею ввиду импорт угля а теперь насчет газа да действительно украина сейчас начало значительно меньше закупать газа но в 2013 году 23 миллиарда аж естественно в шестнадцатом девять значительно колоссально добыча ну что вам скажу добыча немножко приупала вот видите разница все-таки есть но не критично то есть добыча природного газа в украине сейчас в 2016 как тринадцатом понятно что шестнадцатый за исключением крыма зоны а то тринадцатый это вся украина в том числе я думаю понимаете обращаю ваше внимание на биотопливо и откуда видите да действительно в шестнадцать действительно на сегодняшний момент производство энергии с биотоплива резко выслите было две тысячи час почти 3 3 но обращаю ваше внимание ряд лития ветровая солнце так дальше время это время очень часто ряд вот альтернативно не спорю развивается видео было сто четыре с того сто четыре но заменить она не может в физическом не может ребята но никак не может понимать атомная внимательно все смотрят практически то же самое 13 и 16 небольшое уменьшение небольшое обращаю ваше внимание у нас от электростанции плановые ремонты проходят проблем не существует все эти страшилки которые любят писать в российских средствах масс информации новый чернобыль это ложь 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 единственная какая у нас проблема нас не всегда во время заканчивать плановых бывает затягивает это бывает но еще раз говорю а там электростанции спокойно работают плановые ремонты есть и их можно эксплуатировать еще очень очень долго все эти страшилки выдумка насчет топлива смотрите на сегодняшний момент 60 но 67 процентов ядерное топливо получается покупает в россии остальное покупает но вообще-то самое интересное что по статистике это идет из швеции а компания американская ну нефтепродукты у нас и раньше было импорт и сейчас импорт причем видите импорта стало больше нефтепродуктов сырой нефти в общем то как бы тут немножко видите поменялось сырой нефти меньше импортируем больше импортируем нефтепродуктов сказать лучше хуже это сложно но такая у нас это как видите по первичное самое-самое теперь смотрим то что тоже очень часто беседуют говорят а что же происходит как используем энергии то есть точнее как энергетические ресурсы понятное дело что уголь 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 нот видите электростанции теплоэлектростанции теплоцентрали коксовой печи так дальше берем шестнадцатый год берем тринадцать естественно что тринадцатом году угля использовали на электростанции больше сейчас пользует меньше да да это есть однозначно вообще как видите ну производство природный газ тоже внимательно все смотрим да действительно для того чтобы работали электроцентраль электроцентраль надо природный газ обратили не обратили вот по этой причине когда постоянно говорят а может ли украина обойти своим газом не может ну не может понимаете проблема в том что не очень может но по той простой причине что ну скажем а так я там дальше покажу да действительно для бто употребления хватит но а электроцентрали электро теплоэлектростанции что с ними ел ну дальше вы понимаете что смотрите видите трансом году переработка нефти час маленько меньше импортировать нефтепродукты ну здесь соответственно как видите все в плюсе точно имеется ввиду тринадцатом году было больше сейчас меньше сейчас понимаете как действительно цены на очень большие и в этой ситуации да да действительно так же сложилось что на сегодняшний момент приходится экономить нефтепродукты и действительно сейчас импорта меньше и перерабатываем меньше но и покупают люди меньше атом энергетика видите производство немного уменьшилось но опять же сейчас руку она нормально работает ну электроэнергия тут просто рушил баланс так интересно сдвигать там минус там плюс потому что он перепрыгивает то есть смотрите электроэнергию делает атомные делают тепло централи и теплоэлектростанции это вместе добавляет вместе можете посмотреть да действительно 2013 году производ ну скажем о потребление энергии для производства энергии было больше сейчас меньше что есть то есть но теперь третья табличка не знаю главное не главное в любом случае действительно прям мало кто вспоминает но это вот конечное потребление то есть так ну для начала конечно я специально увидите бытовой сектор это население но про то что часто говорят ну можете для себя посмотреть меньше начали 16 вот видите 16 видите 13 да действительно на сегодняшний бытовой сектор с населением меньше использует энергии да да видите было почти 23 4 сейчас 17 и 6 меньше меньше то есть но свести в ноль не получится потом если вы посмотрите видите от газ да действительно газа на чем меньше используют но раньше выйти 13 используют сейчас 13 даже так это 1000 трансмиллионов тонн газа в нефтяной эквиваленте он звучит а сейчас меньше 9 действительно меньше да 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 действительно однозначно но обращаю ваше внимание газ нужен не только для населения для химической для черной металлургии да меньше используют опять же видите в 13 использовали значительно больше и угля меньше использовать для химии нужно тоже газ но еще рассмотреть видите трубопроводный обратили внимание как ни странно ну для то чтобы труба работал надо тоже использовать газ студии с такая интересная ситуация без этого ну никак не будет так что такое взаимосвязь так сказать природе круга оборотов природы еще раз обращаю ваше внимание есть энергетические энергетические использование ну это энергетические самих предприятий используются то есть есть потери которые без которых ну никак на сегодняшний момент да действительно в украине в украине да сейчас и производится потребляется энергии меньше что есть то есть потребляется меньше за счет металлургии за счет бытового сектора это тоже существует но сказать что украина может полностью отказаться от закупки газом угля сырья для атом энергетики нереально да можно уменьшать можно действительно на каком то этапе ну скажем а так больше закуплять угля меньше газа тоже ситуация да можно на каком то этапе скажем увеличить производство электроэнергии радикально и тогда меньше закупать газ тоже то есть и не скажу что ничего не происходит менять видите 2013-16 года действительно да действительно украина медленно не спеша избавляется энергозависимости в том числе от россии что есть но еще раз напоминаю без импорта нашей энергии не хватит по этой причине когда некоторые министры мы сможем они врут сможем но очень не скоро потому что как видите доля импорта пока что довольно таки большая и заменить там альтернативные энергии ну вы берем от времени слышите вот солнечных станций можно мы не сработает показать сколько надо построить солнечных тростанций чтобы отказаться от закупки газа ну вы поняли это очень вот такая информация